МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со слов Минко, запущенное отопление – это не просто булька, еще и вода в батареях – это соблюдение норм, когда температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже 18 градусов. Если же эти нормы не соблюдены, то потребители вправе требовать перерасчет платы за услуги ЖКХ. Эксперт также напоминает, что не должно быть не только холодно, но и жарко. Пресс-служба правительства Забайкальского края не ответила, почему губернатор региона не знает, что детей в крае не вакцинируют от коронавируса. Управление также не пояснило неизвестную статистику, которую привел Осипов в своем выступлении на правительственном совещании 18 октября. Напомним, губернатор Забайкалья Александр Осипов потребовал повысить уровень вакцинации детей. Он удивился, узнав, что детей не вакцинируют от коронавируса вовсе. Владелец сети городских сайтов и медиаменеджер Виктор Шкулев, купивший информационное агентство Читару, считает, что СМИ и власти нужно быть в постоянном диалоге. Об этом он рассказал в интервью одному из местных интернет-сайтов. Также Виктор Шкулев отметил, что СМИ для власти – это ресурс, помогающий эффективно коммуницировать с народом, и медиа должны помогать власти доносить их идеи и задачи, помогать сотрудничать власти с населением, поскольку коммуникация власти на сегодняшний день очень сильно ограничена. Бывший кандидат в депутаты Госдумы от Забайкальского края от ЛДПР Василина Кулиева потратила на предвыборную агитацию 23 миллиона рублей. Финансовые отчеты опубликованы на сайте Краевого избиркома. Партия выделила Кулиевой 20 миллионов на проведение кампании. Своих же средств кандидат вынесла на сумму 3 миллиона 200 тысяч. Бывший кандидат в депутаты Госдумы от Забайкальского края от партии «Единой России» Екатерина Фессун, напомним, потратила на предвыборную агитацию 40 миллионов рублей, а выдвигавшаяся от КПРФ Елена Цветова 577 тысяч. Юридический кабинет за банкрот, законное списание долгов физических лиц, индивидуальные условия и низкие цены, бесплатная консультация, гарантия результата. Улица Ленина, 27, кабинет 4А.